Новость для предпринимателей. С 1 января 2021 года отменяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Следовательно, налогоплательщики до конца этого года необходимо выбрать систему налогообложения, удобную для них. Мадина Кракетова подробнее. На территории Карачаева-Черкесии зарегистрированы более 5000 плательщиков единого налога на вмененный доход, большая часть которых работают в сфере розничной торговли и общественного питания. И им новый налоговый режим необходимо выбрать до 31 декабря текущего года. По словам начальника отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Карачаевой-Черкесии Мадина Хачирова, сниматься с учета организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в качестве плательщиков единого налога на вмененный доход, будут в автоматическом режиме. В качестве альтернативы юридические лица и индивидуальные предприниматели могут перейти на общую или упрощенную систему налогообложения. Бизнес, относящийся к сельхозтоваропроизводителям, вправе выбрать единый сельскохозяйственный налог. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников и ведущих деятельность в определенных отраслях, альтернативой может стать применение нового налога на профессиональный доход. Специалисты налоговой службы обращают внимание налогоплательщиков на то, что в случае неуведомления налогового органа о своем выборе, они автоматически будут переведены на общую систему налогообложения, а для перехода со следующего года на специальные налоговые режимы необходимо подать ряд документов. При выборе упрощенной системы налогообложения уведомление о переходе на ОСН не позднее 31 декабря 2020 года. При выборе патентной системы налогообложения заявление на получение патента не позднее, чем за 10 дней до начала применения ПСН. При выборе единого сельхозналога уведомление о переходе на ЕСХН не позднее 31 декабря 2020 года. При выборе НПД заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и регистрация в мобильном приложении «Мой налог» не позднее 31 декабря 2020 года. Если у налогоплательщика возникли сложности с выбором для себя системы налогообложения, то, по словам Мадины Хачеровой, им поможет специальный калькулятор, который можно найти на сайте налоговой службы налог.ру в графе «Выбор подходящего режима налогообложения». Вадина Каракетова, Али Басканов, Вести, Карачаево, Черкесия.